Ну что друзья, если вчера вы решили сыграть каточку на майске и попроходить катакомбы, то так сильно вы ещё не ошибались. Если всё пропустили, то докладываю. Примерно с 18 по МСК сервера доты перестали отвечать, и клиент повис в поиске сети. Вся эта подстава от Габена продлилась до 2 часов ночи. Понятное дело, игры не засчитывались, жетоны двойной ставки рейтинга сгорали, а за прохождение квестов жетоны не выдавались. Конфетная лавка также сломалась. И вся эта ваханалия произошла из-за того, что какая-то пьянь ворвалась в офис Valve и выставила завершение ивента Павшая Корона 1 мая. Лютая подстава на выходные, конечно. Сейчас всё работает нормально, и в течение дня посмотрим, будет ли какая-нибудь компенсация в виде жетонов или по типу того. Обычно такие косяки с координатором разрабы признают и стараются как-то загладить вину. Но это всё лирика, и теперь давайте посмотрим на обновлённые строки с завершением события. Как и полагается, они выставили дату 8 августа, то есть теперь окончание правильное, но под ним затесалась ещё одна строчка – Monday December 2. Если пойти заглянуть в календарь, то действительно, 2 декабря окажется понедельник, и, кажется, дата не взялась потолка и является запланированной. Что это может быть? Ну, сходу мне приходит какое-нибудь зимнее сезонное обновление, и пока что ничего серьёзного. Как бы там ни было, запомним эту новенькую дату на всякий случай, а так, один хрен до декабря месяца ползти ещё как до Китая. Ну а теперь, друзья, мы перемещаемся в соседний раздел, и там появились новые кодовые строчки вокруг ПВЕ-ивента. Ими поделился датамайнер Дота Степан, за что от нас, конечно, благодарочка. Так вот, перед нами красуется скрин, связанный с боссом, и на этот раз его засунули в файл, отвечающий за дизайн квестов. В этом файле затесалось и такое слово, как кампейн, который в последний раз использовалось во времена батл пасса 2017 года, или, как говорит Степан, боевых путей, то есть старой версии катакомб. Если посмотреть глобально, то, по сути, в этом сливе ничего такого нет, пробегитесь сами глазками, здесь никакой конкретики. Просто, как мы и предполагали, в одном из актов появится ПВЕ-ивент, и там, очевидно, будут боссы. Но, как раз отсюда и возникает другой резонный вопрос, какие это боссы? Ну и забегая наперёд, скажу, что Valve нас обманули, поэтому скорее несите горячего чая со вкусняшками, и сейчас мы попытаемся разложить по полочкам. Как по мне, существует всего три варианта. Первый, это очевидный, босс в виде рингмастера. Если думаете, что такого не может быть, то просто посмотрите, как появлялся Праймал Бист. Там Праймал стал финальным боссом в аганимовском лабиринте континуума. Как и у рингмастера, его иконка затесалась в раздел с героями, что прям кричало о том, что первобытный зверь станет новым героем. Второй вариант тоже довольно-таки ожидаемый. Финальным боссом станет Империя. Вся сюжетка построена на том, чтобы свернуть узурпаторшу, и под конец нас ждёт пернатый махач стенка на стенку. Третий вариант самый хитрозадый, и судя по всему, именно его выбрали Valve. До появления Павшей Короны мы нашли вот такой слив с полоской ХП Queen of Pain, записанный как босс. И почти сразу пришли к тому, что герой Квапа станет всего лишь заглушкой для Империи. И её модель выбрали ради удобства, потому что проще всего будет переработать под визуал. Однако, такой вывод сделали до того, как мы увидели сами Арканы, и что эта Империя станет третьим стилем. Смотрите, в одной руке у нас были два стиля Винги в виде мини-иконок, а в другой руке слив полоски босса Квапы. Понятное дело, мы начали это состыковывать, потому что был серьёзный аргумент в виде лора, и не было такого расклада, где Империя не ворвётся в эту канитель. И вот в игре появляется Империя как стиль, тут явно что-то не сходится. Задайте себе вопрос, зачем тогда нужна была Queen of Pain как заглушка, когда они и так засунули Империю вовнутрь Винги? В таком случае, в этой полоске с холстбаром не должно быть клопы, и вместо неё прописали бы тогда первоисточник, то есть Вингу. А это значит, друзья, что босс Queen of Pain всё ещё стоит особняком, и слив оказался верным. Это и отвечает на вопрос, почему в следующих актах жетоны поделили на расы, на божеств и так далее, потому что идёт прямой подвяз. Вот вам ещё три факта, с которых вы хорошенько проорётесь. Первый по механике. Valve чётко сказали, что павшая корона — это многомесячное событие, которое будет радовать нас всё лето, и, понятное дело, нужно в это как-то донатить. И тут на помощь придёт надёжный сервис battlepass.ru. Сайт не нуждается в долгом представлении, через него уже прошло больше миллиона пополнений. Ну а пополнить стимовский кошелёк элементарно. Вводим логин, вбивайте нужную сумму, и выбираем любой удобный способ оплаты. Также не забудьте про ебовый промокод корона, который даёт скидку в 8%, и такой низкой комиссии нет больше ни одного сервиса. Если возникнут какие-либо вопросы, то на сайте работает круглосуточная техническая поддержка, которая решит, ответит и быстро поможет разобраться. Так что ставьте видос на паузу, залетайте по ссылке в описании и наслаждайтесь долгожданным обновлением через сервис battlepass.ru. Если поставить рядом Квапу и Империю, то вы увидите, как они атакуют. Когда Квапа держит расстояние, то стреляет кортиком, а как подойдёт, то наяривает хлыстом. Примерно то же самое работает с Империей и с Кайросом. Даже, наверное, у Скайя это выглядит поярче. Совпадение это, или приблуда, на которую стоит обратить внимание, решать уже вам. Второй факт совсем крышесносный. Комикс Павшей Короны называется День Вознесения. И внимание, друзья, при чём тут, собственно говоря, Квапа. А вот в чём. Комикс, приуроченный к Аркане, тоже называется Вознесение. Если вы думаете, что наши русские локализаторы совсем обленились и не хотят дословно переводить, то сходу скажу, что это не так. В английской версии Павшей Короне называется Ascension Day. И ровно то же самое слово мы видим у Квапы. И тут тоже совпадение. Как говорится, не думаю. И есть более глубокий смысл в том, что Квапу выбрали боссом в будущем ПВЕ режиме. А какой он? Напишите ваши предположения в комментариях. Ну и третий факт, на который стоит обратить внимание. Почему Акаша? Ведь вся обнова построена на пернатах. И идут тёрки вокруг Птичьего Трона. Тогда стоит задать и такой вопрос. При чём тут Кунка, который перевозит героев на корабле? При чём тут Пуч, который составит компанию Скайу во втором акте? И как сюда затесались поля Вечной Бойни, которые не очень-то вписываются в историю? Слитая раса Аглоди во главе с Орлхан? Или сестра Джиггернаута? Правильно, ни при чём. Потому что герои появляются в разброс, и здесь нет чёткой структуры повествования. Разрабы стараются как можно больше запихнуть, кого только можно. Я думаю, ответ кроется в том, что Valve стала жалко тех усилий, которые они приложили к ККИ. И теперь перекраивают сюжет, намешивая оттуда персонажей. Игроки, то есть мы с вами, вообще не успели познакомиться с охеренно прописанным сюжетом первой главы. Потому что всем стало насрать, после того, как увидели, что игра Pay to Win через донат. Видимо, им стало жалко выкидывать это на помойку, и поэтому пихают всё, что есть в павшую корону. Начиная с Орлы, Рикса и заканчивая Империей, которую нам показали впервые именно там. Зря что ли они заказывали дизайнеров, нанимали художников, придумывали способности. И даже стругали персональные предметы под каждого. Итак, мы дружно пришли к тому, что КВАПА всё-таки станет одним из боссов. И игра слов с Ассеншен в этом помогает. Но кого же тогда притачить с собой Queen of Pain? Потому что обе противоборствующие стороны собирают армии. Парочка Твикс отправилась за Кестрелем и Краулом, дабы заручиться войском в лице боевых монахов. Козурай. Империи тоже нужна армия, и раз КВАПА на её стороне, как босс ПВЕ ивента, давайте попытаемся накинуть. В комиксе КВАПА отправилась в город волшебников Плачущая Роза. И там она встретилась с оккультисткой по имени Ванесса. Акашу, несмотря на её высокородие, другие демоны не считали как равной. И рассматривали её исключительно как подстилка влиятельного брата Пкора. Понятное дело, её это задевало, поэтому она отправилась в поисках могущества и власти. Там КВАПА убедила демона по имени Нок передать свои силы. Взамен она выполнит его условия. Нок — это изгнанный принц. Никого, кстати говоря, не напоминает неизгнанную принцессу Вингу. Помимо того, что он отлично вписывается во всю эту канитель, Нок должен был править целым кланом демонов. Но Ванесса, стоящая рядом с ним, починила бедолагу себе. Когда он лишился статуса владыки, то трое других демонов во главе с Пкором, Шадуфинд и Андерлорс увидели в этом возможность для расширения своего влияния и напали на клан Нокха. Условие для передачи сил заключалось в том, что КВАПА с Арканой наведёт порядок в том месте, откуда прибыл Нокх. И когда тот вырвется из рабства, то вернётся домой, зная, что там всё нормально. Кстати, скорее всего превью Арканы — это и есть тот самый трон, на котором выседал демон, пока не заключил контракт с Ванессой. Что же касается брата КВАПы Пкора, то засветили его лишь однажды. И я хрен знает, как так получается, но он так же, как и Империя, стоит с бокалом вина. Это уже какое по счёту совпадение. Сам персонаж тоже покрыт мраком, потому что нам постоянно твердили, что КВАПа — единственная представительница суккубов. И тогда даже непонятно, кем является Пкор, то ли инкубом, то ли вообще вампиром. При таком раскладе тоже, наверное, стоит рассмотреть альтернативную личность КВАПы в виде брата, потому что мемы с мужицким вариантом Королевы Боли ходит примерно столько же, сколько ари-модели Морфлинга. Но теперь хотя бы через эту комету из комикса и в катакомбах у нас появился реальный шанс. Если не понимаете, о чём идёт речь, то заглядывайте на прошлый ролик, и там мы полностью обрисовали весь тизер. Ну а пока настаиваю на своём, что это будет личность на сестру Джиггернаута и слитая строчка на персону Брудмазер. Ванесса тоже чуть ли не ключевой персонаж первой главы, и она вовсю носится с мелками, запрятанных в перчатках, разрисовывая руны и символы. А культистка ведь? Ну и к слову, она до сих пор считает, что Рубик не является сыном Аганима, хотя личность Инвокера прямо заявляет, что учился с Рубиком в одном классе, где преподавал волшебник Аганим. Но это так. А комикс Ассеншн вообще начинается с таких слов. Пускай Невермор тешится душой своего ручного Воула. И тут речь идёт про Рикса, который дал клятву в ослужении Ристульского двора и подписал контракт с Шадоу Финдом. А сделал он это ради своего восстания в войне с Бронзовым Легионом и победить Легионку, чтобы та со своей армией больше не угнетала его народ. Отсюда вытекает и следующий подвяз, где Лысая Элце – непримиримый враг Сорлыхан и её раса Глоди, которая должна появиться уже во втором акте. Как вы поняли, друзья, всё между собой жёстко переплетено, и Valve старается впихнуть невпихуемое. Слишком много лора для четырёх актов. Если Путч ведёт Скай по полям Вечной Бойни, то там должна появиться Леди Аншу. Если Квапа становится боссом, то обязательно на дискотеку ворвётся весь Ристульский двор и встанет на сторону Империи. Ну а третий акт вообще завязан на Айсроке, и как же в эту тусовку не попадёт Пьер Понт, который является наставником Кристал Мейден и главой Сапфирова Совета, занимающейся отловлей обезумевших волшебников. А где отловля, там и тюрьма под названием Тайлер Эстейт, и так можно продолжать бесконечно, хоть пересказывай всю первую главу. Наверное, всё это нужно искать в поделённых жетонах на демонов, богов, на духов и даже на мертвецов. Потому что в этом сливе подтверждается всё, начиная от конфетного каравана, ячейки, отвечающие за подарок для друга, и заканчивая монетками для скидок. Вот с такой мешаниной нам придётся дружно разбираться. Давайте накидываться в комментариях, и к чему-то обязательно придём. Но с этими двумя комиксами про Вознесение вообще отдельный респект, и надеюсь, что не подзабьют. А я в свою очередь продолжу, и дальше искать для вас интересности. И дабы ничего не пропускать, подписывайтесь на канал, и вбивайте лайк, если неплохо скоротали время за ужином. Вбивайте в колокол, дабы получать информацию первым. И совсем скоро услышимся. Всем спасибо, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok